Welcome, welcome, welcome! Возможно, последняя игра на сегодня. 2-1, корейцы ведут, но они не ожидали такой подставы от команды QJ. По банам было всё то же самое. Казалось бы, и пики будут такие же самые, но вдруг QJ берут и пикают. Остротилус! И из-за этого Эверы поняли, что Тристана уже не у них. Тристана забрали QJ. И Вейн Люциан сюда не годится. Поэтому пикнули героя со спеллшилдом. Ибо они уже своего саппорта-то спалили, Трандл-то уже забрали. Приходится им брать в ответочку Севирочку с Касадончиком. И Касадона QJшники контрят Кассиопеи. Причём, напомню, что Клауд Найн тоже контрили именно Кассиопеи Кассадона. Мне кажется, что-то в этом есть, наверное. Ну, раз две команды в разных ситуациях против разных Кассадинов, используя разных мидеров на Кассиопеях, именно делают такие пики. Наверняка это как-то связано. Но посмотрим. У Клауд Найн чуть-чуть там не хватило им. Всё было хорошо, но мышца Болса потянулась во время матча, и поэтому они вторую игру слили. Что же касается... Это команда QJ. Им больше ошибаться нельзя. И Кассиопея сразу начала бычить на Кассадона. Правда, потом не попадает кушкой. И в итоге Кассадон остаётся даже в плюсе, мне кажется, по разменам. Хотя они оба используют чашки. Ну, чашки в смысле не морелки, а чашки-фляжки. Чашки-фляжки. Фляжные чашки. Ой-ой-ой-ой, здесь Тристану ловит. Тристану начинает стрелять по Сибирке. Сибирка флашает за Хилл Фёрст Блад Рандалл. Почему на втором левеле начали драться? Зачем, Карл? Какая ошибка? Тенти, возможно... Это начало конца уже в этой игре. Грубейшую ошибку совершили они на бот-лейне. Но Свифт говорит, ничего страшного. Я продолжу делать то, что начинал в предыдущей игре. Флэшается, цепляется за Крейзи, цепляется и делает килл не Фёрст Бладовый, но всё равно Кровавый. Трандалл плюс Нидали. Это будет сильная доминация на линии. Лиссандра вообще, по-моему, фармится, перестанет в какой-то момент, потому что как... А как? В этот момент Нидали смещается на мид. А тут... А тут такое... Красный баф. Нет, не получилось. Помогла Нидали Кассиопеям выстоять. Напомню, что у Кассиопеи есть телепорт, а у Кассадина игнает. Следовательно, вроде как Кассадин должен выигрывать эту линию, но он будет только с 6-го левела хоть какую-то агрессию проводить. Выглядит пока всё очень хорошо для команды Кьючей, кроме ботлейна. Вот на ботлейне не отдайтесь, ребята, проигрывайте там 6-7 фарма в начале и никаких проблем. Свифт снова выходит на мед, потому что здесь Кассиопею мучают, кидает копьё, не попадает в Кассадина, переключается на Трандла, но перепрыгивает через него и остаётся в живых, отправляется в свой лес дальше. Тем временем Остротилос допушил такие линию, подвышку для Александра и Среколец. Александра, чтобы не умирать так часто, как может это происходить, после первого бэка купила себе второй Даран ринг. Трандл смещается. А он не среколился. Крейзи уверен, что он здесь нормально себя будет чувствовать, но красный баф, красный баф, прыжок и килл. Вот это вот злобно. Вот помните, была игра с Фиорой, Нидали настеляла, Фиора могла убивать. То есть опять небольшая проблема, но идёт телепорт от Остротилоса, нет, это Кассиопея сюда прилетает, подкидывание идёт по Кею. Но Кассиопея отменила почему-то, нет, она не отменила, вот она прилетела сюда, прилетела на Утилос, прилетела сюда и Александра. Битва очень злобная происходит, килл, достаётся, Тристань, Тристань перекрывается, давай, кого-нибудь бей, у тебя красный баф, стреляй, коза ты, драная. Ну что же, он ни того не добил, ни другого, переключился на Александра, у него это не получилось, но в Александру всё же делают снова инициацию. Ну и на этот раз килл, достаётся, Тристань, она сразу прыгает, накидывает свою Ешку на, извините, не Ешку, это Кушка, да, это же Кушка. Не, подождите, Кушка, это ускорение, W прыжок, да, всё верно, накидывает Ешку на Сивирку, но автоатаку не делает. Можно сделать дайв, но тут надо думать, есть ли хил или экзост, экзост есть. А у вас тоже есть экзост, да, тогда не стоит, ну, сейчас они наверняка про Сабонеж Спеллы поузнавали друг у друга. Я смотрю, команда QG преображается, когда Свифт играет на Нидаль, они играют сразу не от пассивности своей, а от активности. На Лиссандру, ой, извините, на Кассиопе здесь выходит, использует Игнайт и убивает, но здесь её бы убили и так. Так, зарешало, конечно, то, что нора уже стояла одна, Рексайка по одной норе приблизилась, и второй норы сразу же выскочила, ну, очень быстро добралась. Остротилус ультует в Крейзи, у Крейзи совсем всё плохо, и он просто будет сейчас зазонен от всех этих мопцов, и я не знаю, как ему здесь фармиться, у него... Ну, ладно, фармиться он будет, потому что Остротилус зачем-то взял всё запушил только что. Он мог здесь почти год стоять вот с этим паком мопцов, у него их было в два или даже в три раза больше, и у них у всех было как раз половина хп, то, что и нужно. То бишь, пока твои будут, ты будешь всех хорошо ласхетить, но они будут умирать. Но одновременно с этим не будет такая большая масса мопцов набираться, которая будет тебя запушивать под башню. Мне кажется, он здесь поторопился. Да, Листар делает ол лэнд, попадает копьём в Трандла, прыгает, но Трандл отфлэшивается. Нидали прыгает ещё раз, но не достаёт вторым прыжком, хотя ловушка Онахант всё ещё висела. Ну, я думаю, можно и на этом Дрейка сделать. Нет, оставляет просто пинг, видит, что здесь вард и отступает. Пострадавшим игроком оказалась сейчас Кассиопея. Ну, если механика у этого человека хорошая, у Дойнба, то больших проблем не должно будет возникать с Кассадином дальше. Снова выходит Рик Сайка, Кассадин впрыгивает. Шестой левел прожимает, не попадает Кассиопея, но Нидали делает килл в килл. Тут получилось так, Нидали остаётся с Рик Сайка один на один, Рик Сайка закапывается и тут же подкидывает Нидали. И в итоге, ну, тут паритет остался, никто никого уже убить не сможет. Но ситуация, при которой Кассиопея делает килл, а Рик Сайка делает килл, это, конечно, намного лучше для команды QJ, потому что Кассиопея, напоминаю, у него свои собственные скейлы, это как бы официально скейлящийся чемпион. Седьмой левел уже, Остротилус, идёт просто Крэйзика дамажить с кучей магреза, которую он набрал, и вот сейчас он, походу, будет уже фризить. Да, Лиссандра сразу говорит, нет, так дела не пойдут, пойду-ка я на рекол, потому что если я здесь сейчас подойду, возможно, меня Нидали загангает. Но, так как он среколился, Нидали тоже среколилась и купила снова вардницу с жанглевским айтемом. Плюс 800 голды идут QJшники, они, кстати, первый раз отдали Ферстблат, вот, Тристана снизу отдала, но они всё исправили на бутлене. И, учитывая, что мы видели, насколько хороша Тристана в этом патче, мне кажется, что бутлейн уже о нём заботиться не надо. Надо позаботиться о Кассиопее и ни в коем случае не дать вернуться Лиссандре в игру. Увидел Риксайку, Остротилус сразу же отпрыгивает и аккуратненько будет сейчас стоять. Ну и сразу же команда QJ знает, что Риксайка на топе, спалилась, пошла брать Дрейка. Кассиопея чуть-чуть помогла и всё. Что насчёт Кассиопеи, я говорил. Пассивочка её настакивается. Первое, что, по-моему, добавляется, это урон, потом там добавляется КДР. И третий показатель, который добавляется, это... Все, по-моему, показатели повышаются и скорость передвижения тоже. Но если я не ошибаюсь, могу чуть-чуть ошибаться? Ну, кто-нибудь с чатики меня наверняка поправит. Ой-ой-ой-ой-ой, тут экзост кинули, ульта Трандла всё ещё работает. Алистар делает ол-ин, Остротилус прилетает, кидает Риксайку во всю эту... Ой, Риксайка выживет, нет, не выживает Риксайка, идёт телепорт. Но Лиссандра почему-то прилетела не туда, куда хотелось бы. Это дабл-кил для Нидали, трипл-кил для Нидали. Нидали-дали-дали, кидает красный баф, отходит в сторону, потому что вышка её бьёт. Сюда подходит ещё и КС-1, очень битая команда QG, но КС-1у не получится 1 в 5 никак повоевать. И это не только Дрейк, не только минус все телепорты, но это настоящий стомп сейчас произошёл. И мне кажется, после такого они уже не камбэкнут, ребят. Уж очень много, хотя Свифт увлёкся, КС-1 за ним прыгает, кидает и гнает. Два хила подряд Свифт под себя прожимает и остаётся в живых. При этом, кстати говоря, красный баф забирает, потому что нажал на него смайт, и это тоже дало ему хп. А Фин потерял при этом игнает, но Мид, кстати, тоже не подпушил. Ну что, они сломали бот-лейн. Сейчас, по всей логике, должна команда пойти через Красный Лес на топ. Причём должен прийти на Утилус, показать, что он вроде как один сюда пришёл на топ, и потом неожиданно появляется Алистар и Тристана, и дайвят эту Лиссандру. Именно так надо проводить файт. Но они решили пойти по такой же логике, только... Нет, нет, они не так, совсем не так. Просто пришли на Мид в открытую. Я хотел, ну, эффект неожиданности, чтобы сработал. Всё же у вас есть Алистар, но они решили без эффекта неожиданности просто прийти на Мид и воровать фарм у Кассиопеи. Но если они не смогут сломать вышку, тогда это пустая трата времени. Да, они не могут сломать вышку. Так что это реально пустая трата времени. В итоге Тристана вынуждена возвращаться назад, но при этом она уже потеряла фарм. А должны были идти сейчас наверх, и у них был бы... Но Утилус ульта, Алистар ульта. Флэш и ульта Тристана, ну, очень сильное было бы преимущество. А так, конечно, нет. Тристана вернулась назад, просто фармится и всё. Просветочку тратят, но... Алистандра уже знает, как у неё всё плохо, и поэтому даже не пытается подходить ближе, чем на одного мопца ласт хит делать. Подошла, за ласт хитила, отбежала. Сьюфт возвращается на эту линию, он 5-0. Тристана отпушивает, Алистар бегает. Да, ну, немножко успокоилась игра. На самом деле, это плохо для команды QJ, потому что у них намного сильнее пик, и они должны, как бы, вроде убивать. Копьё, красный баф был накинут. Пошла ульта, но ульта ушла в никуда. В отходит в сторону, возвращается назад. Вот теперь пошла ульта, извините, первая это был хук, но Крейзи заутплеил через флэш и Ешку и убежал из-под этой башни. А был бы Алистар здесь, никуда бы он не убежал. А до этого была не ульта, ребят. Или, подождите, до этого тоже была ульта, получается. Воу, вот это было неплохо, но она все равно выживет, Косодина. Косодинка все равно выживет. Но выглядело злобно. Сьюфт возвращается назад на линию. У них паук не такой сильный. У них сильный оллэн, но без наутилуса они это сделать не могут. Тристана еще не дамажит. То есть она фришный урон, который может нанести под прикрытием того же самого Алистара и Нидали. Он еще не такой высокий, как хотелось бы, и поэтому не работает эта система так, как нужно. Крейзи. Запушил топ, смещается на мид. Но он подойдет, когда уже вышка упадет. И тут надо будет смотреть, у кого сколько маны останется. Нет, вышка не упала. Довольно быстро Северка с Косодином отпушили все. И, ребят, из 4000 осталось всего 2800 преимущества. Кью Джей вот на своих этих дурацких ротациях, вот сколько они потеряли, сами посмотрите. То есть Эверы очень хорошо задефались. Надо было просто идти на топ. Я это буду повторять раз за раз. Просто идти втроем на топ, в четвером, если Нидали еще позвать. Дайвить Лиссандру, забирать вышку тут же. И никак не могли бы Эверы помешать. Теперь уже туда нельзя так идти. Потому что, ну, уже нет преимущества такого, которое было. И это уже не будет эффектом неожиданности, потому что все и так знают, что сейчас идут массовые ротации по карте. Ладно, что у нас по Кассиопее? Покажите, сколько у нее стаков. Ну, лицом ей больно, но она Абисал будет собирать. Обидно, что она не через Руа, получается, будет играть. У нее Абисал плюс капля плюс, возможно, чашка. Ну, точно будет Рулай потом добавлен, но пока еще неизвестно, что будет вторым айтемом после Абисала. Капля-то эта будет добита тогда. Хотя, может быть, кстати, и капля вторым айтемом. Уже 15-ая минута, он стакает ее почти 10 минут. Так что вполне можно, наверное, и каплю сразу делать. Все, Лиссандра теперь может фармиться. Хотя еще какие-то остались. Неплохие демеджи от Наутилуса. На топе. Да, там комментаторы говорят, он не собрал ни одного домажущего айтема, но наносит какой-то инормаллассный демедж. У меня какие-то подлаги, подождите. Трансляция идет? Идет. Мне что-то показалось, что у меня подлаг какой-то был. Все нормально. Все нормально. Ну, вот кажется, что вот тут как-то картинка неплавная идет, как плавно шла до этого. И подумал, может быть, что-то произошло. Ну, 3000 вот застопорилось. Это преимущество. Было 3900. Вот она сейчас. 2800. 3000. Они 900 голды и Эверы все же отыграли. О, тут пинг. Ой, то есть не пинг, просветка и сразу бордец. Это второй дрэк? Да, второй дрэк. Ну, QJ. Может быть, кстати, они и правильно сделали. Помните ту игру, где они вели 6-0 и на 15-й минуте решили поагрессивничать? И после этой агрессии отдали все свое преимущество и в итоге слили игру. Сейчас они заполучили свое преимущество на early aggressive, которую никто не ожидает от их команды. И Swift опять стал 5-0-1. А после этого они ушли опять в свою игру. Ждем ошибки оппонентов. С Келлицем мы можем. У нас есть Тристана. Она явно сильнее Северки. У нас есть Кассиопея, которая не сильно слабее будет Касадона. Не намного слабее Касадона. Ну, единственное, мне не нравится Нидали здесь получается. Нидали очень плохая. Вот те вот матчи, которые я играл за Нидали в лесу. Она, ну, просто худший чемпион против Касадина и Лиссандры. Причем именно Касадина и Лиссандра Уэвер. Дело в том, что, ну, Лиссандра, даже если в вас не целится, она все равно будет по вам наносить урон. Поэтому вы не можете кошачьей формы своей вообще почти пользоваться. Либо вам надо идти в фулл-магресс, но фулл-магресс не совсем хороший выбор. Да и это не особо поможет. Поэтому Лиссандра плоха. А Касадин, ну, сами понимаете, он ассасин прыгающий. Ну, вот что происходит с Нидали. Посмотрите, ее убили. Попытка была спасти. Но битва продолжается. Кассиопей все еще дамажит. Если получится отдать кельцы кому-нибудь, типа Кассиопей, а не Наутилуса, то бурил был хорошо. Но в итоге они сделали 2 кила за 1. Но там был ШД. ШД большой с двумя ассистами. Это в минус команде ОДЖИ ушло. Но вышку на то сломали. Тоже как бы неплохо. Ну, вот даже посмотрите. Сломав вышку, они сделали 3-400. А так 2-400 стало их преимущество. То бишь, они потеряли еще 500 голды на этом файте. Хоть и сделали 2 кила. Но это все потому, что килл был с ассистами. И там был гигантский шатдаун. Ну, максимальный. А килл, конечно же, тот второй, который достался... А тот килл, который достался, он ушел на Наутилусу. Ну, один хотя бы кассиопеи. Смещается Тристана снова вниз. Так выглядит, как будто она бегает на этом драконе. А на самом деле это пушка дракона у нее. Этот новый скин. Драгон трейнер Тристана. Для него даже отдельную музыку сделали. Причем музыка настолько похожа на... Как приручить дракона в фильм. Что мне даже показалось, что, может быть, это один и тот же композитор придумал. Но я проверил, это не тот композитор придумал. Просто пародист риудский. Хм. Тут какая-то фришная башня на топе отвалилась. Ну, там было мало хп у нее. И Александра без достатка вижена решила не охранять эту вышку. И просто отдала ее Наутилусу. В итоге они потеряли контроль над синим бафом из-за этого. Сейчас Астротилус сюда сместится. И совсем будет все плохо. Да. Свифт. Кидает копье. Попадает. Все вверху. Очень хорошее копье на максимальном рейнже. А я чуть-чуть чая выпью. Извините. Подпуш. Новый подпуш. 7 минут назад не получилось у команды. Недостаточно они сильные были. Но вот сейчас вроде что-то получше. У них 2 танка. 1 хилер, 1 десенгейджер и 3 стана. В некотором роде они перехватили стратегию Эвора и направили ее против них же. Хотя те вроде пикнули половину тех чемпионов, которых они использовали. Но видите, оказывается не только Лиссандра может быть десенгейджером, но и Кассиопея. Не только может Рик Сайка быть танком, но и Наутилус. И вот такие вот получаются фишечки. Мы играем через тех же 2 танков, которые у вас. 3 стана расстреливает башню потихонечку. Недоли полкает. Да, она конечно полкает не так как Варус. Это никто не отрицает. Но зато у нее есть хилл. Весь полк, который идет от вас в ответ по нам, мы его отхиливаем назад. Ну и Кассиопея не забываем о том, что она тоже может полкать. Нам там говорят, что Эссенс Ривер с Зилом уже есть у Северки и можно повоевать. Потерялась вышка, начался бой, но такой какой-то немножко смутный бой. Скорее всего, Листара надо просто сливать. ТНТ отфлэшивается, остается в живых. Лиссандра идет в оллин, но не доезжает. Недоли делает килл, отступает назад. Это килл в килл. Наутилус чуть было не забатил всю команду на фигню. У Кассиопеи нет ульты уже, надо просто отступать. Но Недоли выцеливает копья, мол, если попаду, можно что-то сделать. Но это не нужно, ребята. Вы идеально обменялись. Оппоненты после двух бэков уже, если так посудить, были. Они два раза бэкались, восстанавливая все фулл хп. А вы все с теми же ломали две вышки подряд и сломали. И обменяли в итоге потом своего саппорта на их саппорта. Это хороший просто размен. Никаких шатданов не отдали, ничего такого. Ох, что-то здесь пошло не так. Недоли, видимо, попросила Волка, но Кассиопея утащила его далеко, и Волк начал уже эрегениться. 6000 преимущества. Какие ауты остались у команды Эвер? Честно, это Касс-1. Все, больше я не вижу у них аутов. Лиссандра это Груз-200. Действительно, по-другому ее не назвать. Трандл и Эрик Сайк это просто танки, которые должны принять на себя урон. Но они не могут пока принять урон, потому что сейчас уже очень много магического урона у команды Кью Джей. И незабываемо то, что Тристана уже дошла до Инфина. То есть у нее теперь еще и физически будет урон наносить. Если каким-то чудом они смогут заццешить Тристану и ваншотнет ее Касс-1, тогда можно камбэкать. Но к этому моменту уже вроде как и Кассиопея спать не будет, начнет воевать. Но три Дрейка это, конечно, жестко. Три Дрейка у команды Кью Джей. Скорость передвижения добавилась. Пять вышек еще убитых. Но если, типа, вышки все забрать, то по голде все будет наравне. Но опять же говорю, ребят, если. Тристане надо быть очень аккуратной. А, не, она флэш не потратила в прошлом файте. Тогда может вести себя свободно. Раз она флэш не потратила, тогда бояться ей тупо нечего. Вот, Алистар просто подходит и прикрывает за нее, берет за нее урон, который в нее летит. Никаких проблем. Ммм, потеряли без боя Тир 2. Сразу идет ротация Кью Джей без мопцов на Ингибитор. Кассиопея, ой, извините, Лиссандра понимает, что надо реколиться. Ой-ой-ой, Рик Сайку, куда же тебя кинули, красавица? Красавица кинули, Трандла забрали. Прыгает Тристана. Лиссандра полетела, но тут же развернулась назад. Кассиопея с флэша цепляет двух игроков, но не попадает ультой, просто замедляет их. Но этого достаточно, чтобы убить сразу же двух этих игроков. И Тристана прогоняет оставшуюся часть команды корейской. Но при этом это размен всего лишь 3 в 2. Не самый лучший. Что по шатдаунам? Давайте посмотрим, кто умер там у нас. Кассиопея умерла, на ней не было шатдауна. И Алистар умер, на нем не было шатдауна. Такие вот не очень киллы сделали. А вот шатдаун Эверы отдали. У них умерла... Я слышал один шатдаун и хотел понять, кто этот шатдаун отдал. Это была Северка. У нее был статс 0.1 и сейчас был 2.1. И вот она. Немножко денег больше отдала, чем остальные игроки. Ну, плюс 30 голды на каждого игрока. Не так много, 150 золотых, но все равно приятно. Надо смещаться на топ, чтобы с него потом передвигаться на Нашора. Я думаю, этим сейчас и займутся QG. А Бисел собрал Свифт. Вот, смотрите, в этой игре он поступил не через Джоню. Видимо, он понял, что в прошлой игре наличие Джони был не самым лучшим выбором для него. Помните, я тогда говорил, а надо делать Абисел. И в этот раз он сделал Абисел. Ну, 2 АПшника как бы надо Абисел собирать. Пофиг, что твоя Кассиопия тоже собирает Абисел. Вы все равно иногда в разных местах даже будете сражаться. Что у нас там по Кассиопии? Кассиопия с Джоню делает следующим айтемом, а не Рулай. Вот это интересно. Ей вроде бояться-то нечего. Ну, а про то, что в нее никто заулынить не может. Но это, скорее всего, делается Джоня в стиле, как Джоня делалась на Анечку. Когда вы делаете флэш ол ин. Ой, Рексайка опять попадает под то же самое. Лиссандра ультанула по себе, но задела 4-х еще игроков. Но не задела самого главного игрока. Именно Тристану. Тристану перефлэшилась. Делает 3 килла, 4 килла. Тристану ее в итоге убивают. И это, наверное, будет заканчивание игры. Размен опять 2... Два игрока, в смысле, не размена. Два игрока опять умерли у команды QJ. Но этого уже достаточно, чтобы закончить. Потому что они за это убили всех. Тристану, конечно, немножко активненько слишком сыграла, мне кажется. Могла и затрубить. Ведь если бы команда не была настолько танковой, она все сделала, чтобы убить Северку. И не убила Северку. В итоге отдала просто килл из-за того, что башня начала фокусить ее. И это плохо. Так не надо было делать. 2-2. Последняя игра нас ждет. Опа-па.